Уже более века голодание пропагандируется как метод, якобы очень полезный для сохранения здоровья, особенно для омоложения тела, но прежде всего – ума. Но стоит голодать хотя бы 18 часов, и человек становится голодным и раздражительным. Через 1-2 дня позитивное настроение снижается, негативное повышается, а к 72 часам человек может испытывать тоску, самобичевание, у него снижается либидо. Но затем начинается нечто странное. Через несколько дней люди испытывают улучшение настроения, вызванное голоданием. Уменьшение тревоги, депрессии, усталости и повышение энергичности. И это, как правило, показывают все исследования. Пастящиеся часто испытывают повышенный уровень бдительности и улучшения настроения, субъективное ощущение благополучия, а иногда даже эйфорию. И неудивительно, ведь к этому времени уровень эндорфинов в организме может повыситься почти на 50%. Такое повышение настроения, бодрости и спокойствия имеет определенный эволюционный смысл. Да, ваш организм хочет, чтобы вы сначала чувствовали себя неважно, поэтому вы продолжаете питаться, изо дня в день, когда пища доступна. Но если вы проведете пару дней без еды, ваш организм поймет, что не может позволить вам хандрить в пещере, вы должны получить мотивацию, чтобы выйти и найти немного калорий. Итак, можно ли использовать голодание при расстройствах настроения, таких как депрессия? Да, это замечательно, что после нескольких дней голодания люди чувствуют себя лучше, но главный вопрос заключается в стойкости улучшения настроения в течение долгого времени, после того, как вы снова начнете есть. Этого нельзя узнать, пока не провести испытания. Интересно, что те немногие опубликованные данные, которыми мы располагаем, получены в Японии и бывшем Советском Союзе, и некоторые из них просто смехотворны. Как, например, в этом исследовании, в котором участвовали женщины с различными симптомами, которые исследователи в основном связывают с супружескими конфликтами? Муж плохо с вами обращается? Как насчет небольшой электрошоковой терапии? Однако это, похоже, не слишком помогло, так что как насчет терапии голодания? Конечно, голодание этих женщин привело к тому, что они стали голодными, но для этого и существует теразин. Если постоянно вводить им антипсихотик, чтобы успокоить, они могут продержаться до конца. Так что же произошло? Кого волнует, что произошло? Что мы вообще будем делать с этими результатами? Но в другом исследовании теразин не принимали. 10 дней голодания, но они также держали их в постели весь день в полной изоляции, без каких-либо контактов с внешним миром. Поэтому, если бы людям стало лучше или хуже, было бы невозможно определить влияние только компонента голодания. Но, по-видимому, им стало лучше, причем эффективность была продемонстрирована у 31 из 36 пациентов, страдающих депрессией. Авторы делают вывод, что лечение голоданием может стать альтернативой применению антидепрессантов, считая его своего рода шоковой терапией. Люди испытывают такое облегчение от того, что им снова хочется есть, что они выходят из одиночного заключения, что они даже просто встают с постели и сообщают, что чувствуют себя лучше. Да, но это было на момент выписки. А как они чувствовали себя на следующий день, через неделю, через месяц? Пост по определению не может быть устойчивым, поэтому в идеале мы хотим видеть какой-то более длительный эффект. Поэтому исследователи проследили за несколькими сотнями пациентов не только через несколько месяцев, но и через несколько лет. Из 69 человек, явно страдавших от депрессии, 90% сообщили о хороших или отличных результатах по окончании 10-дневного голодания. И, что примечательно, спустя годы, 87% из 62 ответивших заявили, что они по-прежнему чувствуют себя хорошо. При этом не было контрольной группы, поэтому мы не знаем, были бы у них такие же или лучшие результаты без голодания. И это были только самоотчеты. Так что, возможно, имела место предвзятость в ответах, когда вы пытаетесь угодить исследователям или, возможно, они боялись, что в противном случае их отправят обратно. Мы не знаем, но у нас есть хорошие доказательства краткосрочного улучшения настроения. Вопрос в том, почему. Помимо эндорфинов, вырабатываемых во время голодания и всплеска серотонина, так называемого гормона счастья, происходит увеличение БДНФ нейротрофического фактора мозга, который, как считается, играет важную роль при расстройствах настроения. И дело не только в том, что с его помощью можно стимулировать грызунов. У людей с глубокой депрессией его уровень в крови ниже. Вскрытие жертв самоубийств показали, что в некоторых ключевых областях мозга уровень БДНФ примерно в два раза ниже, чем в контрольной группе, что позволяет предположить, что он может играть важную роль в суицидальном поведении. Повысить уровень БДНФ можно с помощью антидепрессантов и электрошока, а также с помощью ограничения калорийности питания. После трехмесячного сокращения 25% калорий из ежедневного рациона уровень БДНФ повысился на 70%. Продолжение следует...